С недавних пор объявить человека иностранным агентом в России можно без всяких на то оснований. Вот просто так, потому что кому-то там захотелось. Раньше для этого был хотя бы необходим формальный повод — иностранное финансирование. Я продолжаю общаться с теми, кто получил этот статус, но по-прежнему не боится высказывать свое мнение и быть против войны. За политиком Леонидом Гозманом охотились полгода. Хотели его внести в список иноагентов, но никак не могли найти повод. Писали запросы, искали, не перечислил ли ему кто-то один доллар, например, или евро, или другую валюту. И к радости составителей списков иноагентов, повод наконец-то появился. Выяснили, что Гозман получил гонорар за статью в иностранном издании и сразу же внесли в черные списки. Я поговорил с ним о том, что за люди их ведут. Зачем они вообще это делают? Они назначают врагов народа, причем совершенно по противоправной процедуре. Они назначают кого хотят. Всех неугодных, всех себе неугодных они рано или поздно объявляют врагами сообщества. Вот это то же самое, что евреи при Гитлере, но только евреи имели объективную отнесенность, потому что они евреи. А здесь это желание властей. Как начальник захочет, так и будет. Говорят, что Геринг говорил, что кто еврея, кто нет, решаю я. Вот они и решают. Кто придумал всю эту систему? Когда выдавать несогласных из страны, лишить работы, средству существованию можно простым внесением в списки Министерства юстиции? Гозман уверен, что команда шла с самого верха из Кремля. Есть группа каких-то ФСБшников, которая приписана к Министерству юстиции, и они это делают. Но само решение так делать, одобрение их деятельности, идет, естественно, с самого верха. Это решение Путина, это решение его ближайших людей. То есть, вообще, само решение о том, чтобы иметь иностранных агентов, это решение Владимира Путина. Значит, дальше эта система работает сама на себя. Потому что, представьте себе, что есть эта группа во главе с каким-нибудь полковником Тютькиным. И, допустим, полковник Тютькин придет и скажет своему генералу, что, то есть, генерал, мы уже всех нашли иностранных агентов. Генерал скажет, спасибо тебе, Тютькин, расформулирует группу, Тютькин вернулся по прежнему местному службу, а генеральскую звезду не получит. А бездушную бюрократическую систему люди, как мы с вами знаем, не интересуют. Главное — оправдать свою чиновничью необходимость. Поэтому им и нужны все новые и новые иноагенты, которых объявляют каждую пятницу. Причем, что интересно, это не так работает, что, сказал человек, что-то неполиткорректное и, что называется, попал под раздачу. Нет! За теми, кто против режима, по сути, охотятся. За мной они охотились больше полугода. Это видно по документам, которые Минюз представил в суд, когда мы обжаловали это решение. Они представили в суд, зачем-то, письма, которые они за 8 или за 9 месяцев до принятия решения, рассылали по разным органам, спрашивали, нет ли у меня иностранного финансирования. Тогда, когда меня сделали, это было давно уже, тогда еще для того, чтобы стать иностранным агентом, надо было иметь иностранное финансирование. У Гозмана его все-таки нашли. Он автор множества статей, в том числе и в зарубежной прессе, и американский журналист, как назло, прислал гонорар. И чтобы потроллить систему, мой собеседник решил сам в этом признаться. Ну что ж, да, таки находятся под влиянием иностранцев. Странным агентом может быть объявлено любое лицо, которое находится под влиянием иностранцев. И когда они это приняли, я честно написал, что я каюсь, я нахожусь под влиянием англичанина Шекспира, грека Аристотеля, еврея Христа, ну и так далее. Над этим можно шутить, можно по этому поводу иронизировать, но это если иноагент живет за пределами России и смог накопить какие-то средства или найти новую работу. Ну а те, кто остался в России, раз они под влиянием иностранцев, то не могут заниматься политической деятельностью, выдвигаться в депутаты. А также в большинстве случаев лишаются работы. Леонид Гозман преподавал в трех вузах. В одном мне честно сразу же сказали, что контракт со мной продлен не будет. Именно потому, что я иностранный агент. В другом очень старались, но не получилось. Ну в третьем тоже не получилось. Вот. То есть это запрет на профессиональную деятельность. Это вообще серьезно. Это очень серьезное дело. Ну кроме того, это открытый контроль за твоими расходами. Это необходимо списать отчеты четыре раза в год по 60 с чем-то страниц, таблички Excel заполнять. Ну и так далее. То есть они в общем стараются, чтобы не скучали. В списке иноагентов и звезды эстрады, и известные политики, журналисты, правозащитники. Но есть и представители профессий, казалось бы, далеких от политики, от публичности. Есть даже доярка. Одних внесли в списки иноагентов уже давно. Как, например, Галкина, Макаревича. Других, несмотря на то, что открыто поддержат Украину, только недавно, как Гребенщикова. Понять логику невозможно, если она вообще есть. Скорее всего, предполагает Леонид Гозман, существует какой-то план по количеству иноагентов. Нет, вы знаете, у них план по количеству. Они каждую пятницу должны выдавать новых иностранных агентов. Вот они там сидят и пытаются вспомнить, а кого еще они? А кого еще они? Потому что есть люди, которые давно заслужили звание иностранного агента, но им его не дают. Почему-то. А есть люди, которые вообще непонятно, когда в список попали, никто их не знает, ничего такого не делал, и вдруг иностранный агент. Звание приличного человека, признание того, что мысли и действия правильны, как только сами иноагенты, их близкие, не называют этот статус. Леонид Гозман вот так и вообще сравнил иноагентство с орденом почетного легиона. Ну, вы знаете, всем же понятно, что это орден. Это вроде ордена почетного легиона, на самом деле. И я надеюсь, что когда-нибудь, когда этот режим сгинет, это и будет оформлено таким-то образом. И вот, и можно будет с гордостью носить. Ну, нет, мои друзья, ну, они как бы понимали, что это естественное, логичное следствие моего стиля жизни. Вот. Ну, то есть никто не выражался болезненным. Поздравлять никто и поздравляли. Ежедневно в России растет число политзаключенных людей, которых преследуют за политические убеждения. Тех, кто, несмотря на репрессии, не боится открыто говорить, что он против войны. Вот только поможет ли это? Чем все это закончится? Леонид Гозман поделился со мной своими прогнозами. Война должна прекратиться. Победа Украины. И это прежде всего рука Украины. Есть два фактора. Тут героизм и профессионализм сражаются украинские солдаты, восхищающие весь мир. И второе, конечно, на помощь Запада. Если и то, и то сохранится, то Украина, конечно, победит. У России все равно все плохо впереди. После таких страшных преступлений. Будет самое ужасное, если Путин сохранит власть. Или второй, не лучший вариант, это силовой распад страны. Гражданская война. Война между территориями. Князь Рязанский против князя Владимирского. Частные армии друг с другом. Они зальют страну кровью и так далее. И потому это плохо, что распад страны плохо. Распад страны, это может хорошо. А по тому, как это будет происходить. Есть вариант военного или дворцового переворота. Он, пожалуй, лучший для России. Это установление новой диктатуры, конечно. Пока не прекрасная Россия и будущая. Это не светит пока. Но это, я считаю, что это будет более разумная диктатура, чем та, с которой мы имеем дело сейчас. Если Путина не станет, вернее, когда Путина не станет, что будет? Все-таки он не молод, судя по всему, не здоров. Да и врагов у него немало. Леонид Гозман говорит, война в этом случае, вероятнее всего, закончится сразу. Скорее всего, это прекратится, потому что Путин является единственным бенефициаром этой войны. Больше она никому не выгодна. И Путин единственный человек из высшего руководства, который не может отступить назад. Любой следующий может отступить, свалив все на Путина. Ну, потому что война определенная, невыгодная, позорная и так далее. Я сейчас не говорю о том, что она нарушает международное право, нормы морали. Мне наплевать. Но она просто им не выгодна, а никому не выгодна. Поэтому я надеюсь, что следующий диктатор останавливает эту войну. На самом деле интересно, можно ли отбиться от статуса иноагента. Оказалось, что теоретически можно, но удается это лишь единицам. Я пообщался с правозащитником из Тамбова Владимиром Жилкиным, на которого навесили этот ярлык. Но он смог от него избавиться. А агентом его объявили, вдумайтесь, за 171 рубль, полученный от иностранца. По нынешнему курсу это около 2 долларов. Причем это все было бы смешно, если бы не было так грустно. Но вот смотрите, 20 лет преподавания в ВУЗе, доцент, профессор, кандидат наук. Казалось бы, блестящая карьера. Что еще нужно? Но Владимир еще и правозащитник. Не мог человек спокойно наблюдать, как в его родном Тамбове вырубают деревья, как незаконно застраивают территорию, как безосновательно задерживают людей, отставивших свою позицию. Результат? Увольнение из ВУЗа по надуманному предлогу сокращение. Это было около 6 лет назад. Чтобы содержать семью, Владимир был вынужден как-то зарабатывать деньги и стал таксовать. Однажды подвозил студента из Марокко. У того при себе налички не оказалось. Всякое бывает, понятно. Парень пообещал скинуть на карту водителю деньги за поездку. 171 рубль. Что он и сделал. Да-да. Вот именно так. Именно этот несчастный платеж стал официальной причиной объявления Владимира Жилкина иностранным агентом. Вот такая смешная история. Мы много потом на эту тему шутили, издевались, обсуждали. Вот если бы было 200 рублей, удалось ли что-то изменить в России. Вот. Или сколько мне еще там не хватило копеек. Но так или иначе, вот эта сумма стала формальным предлогом, формально доказанной виной. Действительно получил деньги от иностранцев. Вот. Тогда как-то и в голову не приходило пугаться каких-то таких вещей. Они, честно говоря, и сейчас мы спокойно друг другу переводим. Мы получим средства, вот теоретически придя на рынок, мы можем перечислить друг другу какие-то средства, помочь и вот после покупки пучка редиски оказаться в странной ситуации, что мы финансировали, допустим, какую-то иностранную спецслужбу. Те, кто признан иноагентом и остался жить в России, в один голос утверждают, жизнь становится невыносимой. Главная проблема – это работа, вернее ее отсутствие. Хотя Владимира уволили из ВУЗа задолго до того, как объявили иноагентом, но этот статус еще больше усложнил жизнь. После этого стало сложно вдвойне, потому что действительно с иноагентами они очень желают взаимодействовать не только в какие-то официальные государственные, полугосударственные, муниципальные структуры, но и в том числе и бизнес, особенно если говорить про региональный бизнес. То есть несколько, так как я был в активном поиске после выборов места работы, то несколько раз я доходил до каких-то там собеседований, вроде бы да-да-да, устраиваете, потом вот, к сожалению, выяснялось, что, почему вы не сказали, что вы иностранный агент. Многие, кого признали иноагентами, уехали из России, но такая возможность есть далеко не у всех. Переезд за границу – это прежде всего немалые финансовые расходы. Есть и другая причина. Многие принципиально хотят оставаться в России и изнутри бороться с системой. Но с такими боятся не просто дружить, а даже мельком пообщаться. Иноагент – это серьезная проверка для твоего окружения, друзей, работодателей, родственников, соседей, то есть вот всех без исключения. А учитывая, что гайки закручиваются, то на самом деле ты вдруг понимаешь, что, к сожалению, очень много и граждан, и институтов этот тест не проходит. Одновременно я благодарен тем людям, которых я лично инораз даже никогда и не знал. В силу того, что я пишу и писал много, понятно, что были ситуации всякие. Иной раз на эмоциях какой-то пост выдашь, и вдруг тебе звонок или какое-то сообщение, Володя, посмотри, ты не поставил плашку. Владимир Жилкин решил бороться с системой, избавиться от статуса иностранного агента, судился, запрашивал документы. Выяснилось, что инициатива шла от Минюста, он каким-то образом почувствовал, не знаю, какие-то там, видимо, на энергийном уровне мою иноагентность, сделал вот эти запросы, фактически помог с обнаружением вот этой суммы только после этого. То есть вот это нарушение логики и действий говорит об определенном заказе, ну, как-то так. Дальше еще интереснее. Владимир написал письмо в Минюст с просьбой об исключении списка иноагентов, привел доводы. И то ли чиновник совестливый там какой-то попался, то ли система где-то дала сбой, но российский Минюст свое решение об иноагентстве Владимира отменяет. Но только с момента издания этого нового приказа правозащитник возмутился, мол, а все это время за что меня вообще держали в черных списках? Потребовал, раз уж такое дело, отменяйте действия статуса с самого первого дня. В итоге судиться дошел до Верховного суда, но везде получал отказы. И теперь никто не может понять, юридически он до сих пор иноагент или уже нет. Это, наверное, только в нашей стране может быть, что даже Минюст выпустил приказ, но суд не согласен с приказом, который сам же Минюст выпустил. Гайки закручивают настолько, что силовики получили прямую инструкцию действовать как можно жестче. В случае с Владимиром они даже не удосужились уточнить его адрес. И в 6 утра сначала выломали дверь в соседской квартире. Потом сказали, ну, подумаешь, ошибочка вышла, с кем не бывает. Затем, поняв, что ошиблись, вломились в квартиру Жилкиных. Владимира повалили на пол, били, забрали в участок, допрашивали его тогда, кстати, как свидетеля. То есть избиение и обыск даже не по подозрению в совершении преступления, а у человека в статусе свидетеля. Все это было связано с участием Владимира в движении «Голос», активисты которого наблюдают за выборами. Казалось бы, но сейчас ведь он победил систему. Но даже после отмены статуса жизнь особых подарков не преподносит. В России теперь даже бывшие иноагенты для многих людей и организаций тоже определенный маркер. Якобы человек ненадежный, от него всего можно ожидать, а уж допускать к студентам точно нельзя. Мало ли, что он там может понарассказывать с его-то иноагентским прошлым. То есть до этого у меня было порядка 20 лет карьера преподавательская. То есть я был доцентом, профессором, кандидатом наук. К сожалению, я так понял, что даже сейчас, лишившись этого статуса, скорее всего, до окончания этого путинского режима, навряд ли я смогу попасть хоть какие-то образовательные учреждения, хоть я теперь формально по приказу Минюста не являюсь иностранным агентом. Что думают люди, объявленные иноагентами? Те, кто покинули Россию и те, кто там остается и пытается выживать и бороться за право говорить то, что думают, рассказывают мне свои личные истории. Новое откровение в очередных выпусках моей авторской программы на этом канале. До встречи и спасибо, что смотрите.